В сентябре этого года для Касимовской молодёжи проводилась игра «Зорница». Руководитель команды православной школы – не только подполковник спецназа в запасе, но ещё и священник. Отец Георгий Мухин одинаково органично смотрелся как в краповом берете и тёмных очках, так и в рясе. Служить в спецназе здорово, а служить Богу – это счастье. Вот и всё. Получаю вот эту духовную радость. Когда я зашёл в алтарь 9 лет назад, я понял, что я тут уже не захочу выйти. Потому что вот эта радость, которую человек получает в общении с Богом, потому что Бог есть любовь. И, как сказал святой апостол Павел, пребывающий в любви, в Боге пребывает. Эту радость её не хочется терять, её хочется прям нажать и дарить другим людям. Не просто для себя, а человек, если в нём есть благодать, она его согревает, светит ему путь. И вокруг люди тоже согреваются и освещаются. Это благодатью, это веры в сердцах каждого человека. Сейчас отец Георгий в школе не только преподаёт уроки физкультуры, но и по возможности старается вырастить смену сегодняшним защитникам Отечества. Нравственное воспитание мы проходили в советские времена, а духовное мы его утратили. И нравственное вместе с духовным, то есть нравственное – это внешнее отношение людей, а духовное – это внутреннее состояние человека. Он обычно бывает скрыт от других, но если духовный человек будет развиваться и богат, то и его действия по защите Отечества, прежде всего, учитывая нашу сегодня ситуацию в мире, они будут усилены в духовной поддержке, с поддержкой со стороны Бога нашего. Сначала в его подразделении было много атеистов, но когда понесли первые потери, про Бога вспомнили все. Из всех командировок никто не был даже ранен. А задачи были такие ставлены, что казалось невозможно их выполнить. А помолившись, я вставал пораньше, молился все, молитвы читал, какие были у меня. И Господь сохранял, то есть укреплял, вот эта вера укрепляет человека военного. Это касается не только военного, но военного, тем более особенно, потому что он постоянно с риском для жизни, его деятельность сопряжена. Знакомство офицерского состава, состоявшейся на Зорнице, продолжилось. Подполковник десантных войск в запасе Николай Фролов и майор спецназа в запасе Павел Способов отправились в Щербатовку на место служения отца Георгия. Их интересовал вопрос, как военный стал священником. К Богу, как всегда, бывает тернистый, у кого-то неожиданно происходит. У меня он неожиданным не был, у меня мой сослуживец, отец Игорь, посредством Божьего промысла и своих усердий, он пытался мне объяснить, рассказать, что такое служение Богу. И о вере много рассказывал. Ну и каким-то образом я попал к нему сначала в алтаре, алтарником. И тут меня, как раз, проник я духовно к служению Божьему. В то время, как говорится, прислуживал. И появилась мысль действительно послужить, но считал себя неготовым, недостойным. И мой духовник через лет пять, наверное, или шесть, после такой первой раз зашел в алтарь, он благословил и сказал, ну ты отечеству послужил, теперь иди Богу послужил. Божество поступает в семинарию, я пошел, поступил в семинарию через год. Начав обучение в семинарии, много вопросов для меня разрешились сами собой. Что-то у меня перевернулось внутри в лучшую сторону. Я изменил образ жизни свой, направил себя, все свои старания на именно смысл жизни в служении Богу. И об этом не жалею нисколько. Было много трудностей, было много испытаний. Но все они, пройдя эти все испытания, я внутри чувствовал все равно какую-то духовную радость. Несмотря на то, что было физически тяжело. Как меня один раз спросили, как ты себя чувствуешь, я сказал, нервы на пределе, тело стонет, душа поет. Первые шаги к вере были непростыми. Сослуживцы откровенно подсмеивались над своими верующими товарищами, офицерами Георгием Мухиным и его наставником Игорем Мироновым, также будущим священником. Над нами смеялись сначала. Один момент, я помню, трое, мы зашли в комнату, трое было наших товарищей, и мы с ними вдвоем. И они начали нас убеждать, и это убеждение похоже было на какой-то лай просто. Я действительно слышал слова, они как бы лаем были. Я знал одну молитву «Отче наш», я ее про себя прочитал, тоже все прекратилось. То есть разговор перешел в нормальное русло, они были как бы не в себе. И это было явно очевидно, что вот так вот пытались отговорить, что мы белые вороны. Я говорю, ну хорошо, белые, но не черные. Я послужил каким-то аргументом тоже. Как ты можешь верить в того, кого ты не видишь? Я говорю, ну ты Америку-то не видел ни разу, а ты веришь, что она есть. Все, это было тоже окончание этого спора. Отец Георгий отдал служению Отечеству 13 лет, ушел из армии по состоянию здоровья, стал подводить зрение. Ну, видно, ушел вовремя, потому что каждый человек воюющим чувствует, когда нужно закончить вот эту профессию. Некоторые ребята до сих пор сейчас там служат. То есть, значит, могло быть, если бы остался, как с моим другом, с кем мы учились в юридическом университете, он не остался на госэкзамене, уехал в командировку, как раз вот их там подорвали, он был некрещеным, закончил дистанционное училище. В командировках мы с ним до хреботы спорили, он специально прочитал Евангелие, чтобы его оспорить. Был такой умный человек, хорошо в математике разбирался. Ну, когда вот теперь-то я мысленно-то обращаюсь, говорю, ну, Леша, теперь ты и Бога-то увидел. Вот я думаю, что он попал в хорошее место, потому что отдать свою жизнь, человек был прекрасный. Ну, вообще, раньше в нашем подразделении, хоть и все неверующие были, но если у кого-то что-то случалось, все бросали и шли помогать. Сейчас такого коллектива я нигде уже не встречаю. То есть было братство, действительно, братство, всех разных были характерами, но помощь или там указать какое-то внимание друг другу, это было для нас всех свято. Вот, и я стараюсь сейчас детям как бы это привить, это человеческое отношение, духовное составляющее тоже, чем могу им рассказываю, просвещая немножко, по мере своих знаний и опыт житейского. Отец Георгий в свое время получил высшее образование как преподаватель физкультуры, затем как юрист, а сейчас учится в духовной семинарии, но до сих пор с теплотой вспоминает своих товарищей и надежное боевое братство. Братушка, как мы раньше друг друга называли, все краповики. Кстати, хочу сказать, что во время вот этих двух честных кампаний ни один из краповых беретов не попал в плен, потому что из собров точно никто не попал. Там другопашно пора доходило в первые вот эти годы, но в плен никто не попал. Поэтому говорят о высоком профессионализме, подготовке и желании именно служить Отечеству. Мы служили раньше за идеей буквально, покупали на свои деньги форму, ту, которую нам давали, мы тут же на рынок относили, потому что воевать было невозможно. Мы покупали форму, которая дорогущая была в то время, шли на рынок, брали с собой еду и ехали в неизвестность, в ад буквально. И Господь так вот управил, что самыми минимальными потерями наше подразделение, в конечном итоге оно очень высокое уважение к себе возымело, благодаря нашему командиру. Научились всему многому, чему. И сейчас продолжаем совершенствоваться, ребята. Ну, у нас традиция, хочу сказать по секрету, что я ее открыл, на перекомендировку стали ходить, я говорю, давайте сходим в Богословский монастырь, такую традицию возродим, пойти в купель искупаться, служить молебен на отправку, да, туда. По приезду сделаем то же самое, но молебен на службу благодарственную, но не мы будем служить, а попросим братьев. Вот, и традиция, потом уже стала традицией, уже все группы сначала в купель, потом на молебен, по приезду, ну, не все по приезду приходили, потому что, ну, как все хорошо, обошлось. Вот по этому принципу многие мы живем, когда у нас все хорошо, ну, зачем нам Бог тогда, если у нас так все хорошо. На памяти священника есть не один случай, когда невидимая защита покрывала воинов от беды. Я вот будущего командировка в одной, руки сами с собой сделали крест восьмиконечный, я не знаю, рассказывал вам, нет. Вот, ну, склеил все это, повесил над входом, а жили мы в таком бараке в одном. Ну, после нашей командировки, следующий ребят приехал, группа, их обстреляли. Так вот, выстрелы эти, там, да, выстрелы были, по-моему, из-за гранатомета и его немета, они не разорвались. Или один разорвался, как-то на чердаке где-то там, я уж не помню, по-моему, все эти нюансы. То есть, место было спокойно, а вот уехали, провелась какая-то агрессия, но вот я считаю, что крест, он животворящий, именно, уберег. Как Господь моими руками вот этот крест-то сделал и повесил на дверь для того, чтобы уберечь впоследствии другую группу. Ну, так я предполагаю, думаю, что в этом, что-то есть промысел какой-то Божий. И вот она вот, вера, по чуть-чуть, по чуть-чуть, она складывалась из таких ситуаций. Вот, то есть, понимаешь, что есть выше всех наших усилий, и это, что выше, оно есть благо и любовь. Старый Успенский храм в свое время был разрушен. Вместо него выстроили клуб, который повторил его судьбу. Церковь в честь иконы Иверской Божьей Матери выстроили уже в этом столетии, но редко кто из жителей посещает храм. То ли отвыкли, то ли наоборот, не успели приспособиться к другому ритму жизни, чтобы прислушаться к себе и научиться разговаривать с небом. Заезжие археологи рассказывали интересную версию, что под Чербатовкой много веков назад переходило вброд реку войско Мамая. Раньше это была пограничная зона, а сейчас здесь, но уже на духовном фронте, служит подполковник спецназа, отец Георгий. Редактор субтитров А.Семкин